Зеленский прибыл с визитом в Японию, на саммит G7. Все подробности поездки. Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский, прибыл с визитом в Японию, где примет участие в саммите стран G7. Все подробности относительно визита президента Украины в Японию, в материале РБК «Украина». Зеленский прибыл в Японию и Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе, сообщил президент в Telegram канале. Также в сеть попали и другие видео из аэропорта в Хиросиме. Саммит G7. Лидеры G7 встретились в японском городе Хиросима. Саммит проходит с 19 по 21 мая. Среди его участников. Канада, премьер-министр Джастин Трюдо. Франция, президент Эммануэль Макрон. Германия, канцлер Оллов Шольц. Италия, премьер-министр Джорджа Мелони. Япония, премьер-министр Фумио Кисида. Великобритания, премьер-министр Риши Сунак. США, президент Джо Байден. ЕС, Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии и Шарль Мишель, председатель Европейского Совета. Чего ожидать? По словам руководителя офиса президента Андрея Ермака, во время поездки в Японию, Владимир Зеленский встретится с президентом США. Ожидается, что стороны обсудят подготовку пилотов Украины на F-16. Согласно данным политика, Байден собирается объявить, о новом пакете военной помощи Украине, на сумму 375 миллионов долларов, после встречи с украинским коллегой. В частности президент Штатов, планирует обсудить, с бразильским коллегой Луисом Энасио Лулой Дасилвой, и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, войну на территории Украины. Байден планирует поднять вопрос их роли, в поддержке основного, и самого главного элемента любого результата, а именно суверенитета и территориальной целостности. Что этому предшествовало? Турне по странам ИС. На прошлой неделе президент Украины, посетил ряд стран Европы, включая Италию, Германию, Британию и Францию. Там он встретился с чиновниками и лидерами стран-членов ИС. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки, написал президент при возвращении в Украину. РБК Украина раскрывала все подробности Турне Зеленского, в страны ИС. Поездка в Саудовскую Аравию. Вчера, 19 мая, президент также посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом и выступил на саммите Лиги Арабских Государств. Как отметил советник главы Офиса президента, Михаил Подоляк, в каждой стране Владимира Зеленского приветствуется, лидером свободного мира. Россию в это время унижают в тех регионах, которые она считала своими. Участие на саммите G7. В ходе поездок Владимира Зеленского, ряд западных СМИ сообщали о его планах по участию на саммите G7. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил непосредственное участие президента на саммите, однако позже пресс-служба ведомства заявила о том, что Зеленский присоединится к встрече лидеров в онлайн-режиме. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.